Фотограф Елена Боско открывает закулисные тайны российских звезд В Москве прошла фотовыставка под названием «Гримасы шоу-бизнеса», где собственно и изображены лики наших звезд Самые неожиданные эмоции знаменитостей можно было увидеть в 3D Вообще звезды очень любят дурачиться То купят себе дорогую безделушку, то выложат в сеть свои личные фото Проект «Гримасы шоу-бизнеса» открыл зрителю незнакомые доселе лица знаменитостей Увидела краем глаза на экране свою фотографию Я очень удивилась, хотя я до этого видела снимки Но очень забавно, на самом деле очень поднимает настроение Фотограф Елена Боско заставляла звезд выделывать со своей мимикой невероятные вещи Но им это даже нравилось Конечно, корчила рожи, старалась сделать лицо более неестественным И теперь я понимаю, что у меня замечательно это получилось Кстати, фото Нюши оценили многие коллеги-певицы Как, впрочем, и фото других знаменитостей, принявших участие в проекте Нюша, Нюша мне понравилась Гриша Лев тоже очень интересный Елопольня Очень круто Филипп Киркоров тоже очень круто Много, на самом деле, гениальных работ Сами звезды с удовольствием гримасничали на камеру Особенно те, чьи лица не попали в объектив фотографа Я не принимала участия К сожалению, не позвали Я не скрываю Да, потому что здесь нет моей фотографии Но зато я могу ходить и вот так на всех со стороны смотреть Селебритис наперебой хвалили артистизм и смелость участников проекта Во всяком случае, неудачных снимков коллег никто из них не нашел Выставка будет открыта две недели И за это время у каждого есть шанс увидеть звезд такими, какими они еще никогда не были 25 марта москвичи и гости столицы смогли оценить новую концертную программу коллектива Градусы В начале марта группа уже выпустила провокационное видео под названием «Голая» На вечеринке также был представлен и новый весенний альбом с одноименным названием «Голая правда о градусах» Далее в Musicbox News Недавно на одной из самых больших клубных площадок группа «Градусы» презентовала свою новую концертную программу «Голая» Концерт был приурочен к выходу одноименного видеоколлектива, который уже успел спровоцировать всю страну Мы не могли не поинтересоваться ребят, как им в голову пришла идея клипа Придумал Влад Разгулин Его же идея, его же креатив, сценарий, не знаю, его же, наверное Было масса вариантов сценариев у нас И как-то сидели мы и разговаривали с Разгулиным И он просто заикнулся, что да, у меня вот такой сюжетик, задумка была вот такая Но я вам предложу другую И он рассказал свою задумку Потом мы встретились еще через неделю И он рассказывает свою задумку Мы еще до этого выслушали много Но мы все-таки зацепились вот за ту идею А вот нет, давай вот ту, давай вот ту, не надо вот эту, давай вот ту И вот так развили Мы выбрали из идей именно вот эту Всем посетившим мероприятие предлагался особенный дресс-код Уже догадались, какой абсолют, наверное, градусы были готовы впустить всех голых на концерт бесплатно Однако смельчаков не нашлось Великие градусы, боги нашей поп-индустрии Я лично, да, разденусь Сегодня ты уверена в этом? Вот сюда встану и разденусь Зал был переполнен, но ни в коем случае ни один из посетивших концерт не остался недовольным Весь вечер звучали только комплименты в адрес корректива Последняя их песня сыграла такую очень интересную роль в наших отношениях Мне нравится задумка группы градусов, что все их клипы происходят вот так И на мой взгляд это забавно и что-то в этом есть У них очень такие песни, которые жизненные и позитивные, они как-то заряжают очень хорошо В новый альбом войдут 12 композиций Многие из которых уже вовсю ратируются на всех радиостанциях и музыкальных каналах нашей страны И уже к осени градуса обещают отправиться в большой тур по стране Ну а пока ребята желают всем своим слушателям только самого лучшего Голых женщин И чтобы они так вот знаете совершенно невзначай появлялись в нашей жизни И терлись об нас как-нибудь Невзначай Невзначай Ну в общем мы конечно же глумимся Хотим просто всем как всегда антенну потолще вещать в труднодоступных местах Мы группа градусы специально для Russian Music Box Сергей Короны презентует новое видео В одном из московских клубов прошел релиз клипа и пластинки исполнителя Подробнее расскажет наш следующий сюжет На небосклоне отечественного шоу-бизнеса засверкала новая звезда Певец из Петербурга Сергей Короны на днях презентовал свой альбом и дебютное видео На мероприятие собрались самые именитые друзья Тут вам и Юлия Михальчик и оперные певцы и музыкальные критики Команда Music Box News тоже побывала на презентации И узнала у новоявленного исполнителя о вдохновении, музыкальных пристрастиях и о планах на будущее Как признается сам певец, музыка это неотъемлемая часть его души В недавнем прошлом Сергей занимался саунд-продюсированием Из музыкальных направлений ему нравятся абсолютно все В своей музыке он сочетает множество стилей и инструментов Кстати, музыку Сергей пишет сам собственно, как и тексты песен Сергей Короны неисправимый романтик и очень гордится этим Кто-то начинает заниматься музыкой уже в зрелом возрасте, а кто-то с детства Сергей один из таких, уже в 15 лет он сочинил свое первое танго Вся семья собиралась вокруг и замирала, когда пальцы Сергея касались клавиш пианино Как и все творческие люди, Сергей Короны личность весьма неординарная После школы он решил посвятить свою жизнь медицине Для этого уехал учиться в Питер Позже понял, что музыка это его страсть Я творю музыку, питающую сердце, утверждает исполнитель Да и кто же, как мне врач, лучше всего знает, что нужно человеческому сердцу И как играть на струнах души Скажите, Сергей, это какое из слагаемых вашего творческого успеха? Очень важно, я не перестаю повторять, что я благодарна очень этому человеку Он оказался для меня в нужный для меня, наверное, очень момент рядом Над новым диском артист работал несколько последних месяцев Клип же на заглавную песню «Бескрайняя любовь» альбома снимали во Львове Кстати, место для съемок было выбрано не случайно Так же, как и все творчество Сергея Короны Тихие улочки Львова пропитаны романтикой А в воздухе буквально чувствуется игривое настроение Что ж, пожелаем романтику Короны Только высоких достижений и, конечно, неистекаемого творчества И обещаем непременно следить за развитием этого артиста Известный российский битбоксер Вахтанг выступил на сцене одного из клубов Москвы В зрителей собрался полный зал Впрочем, сейчас вы сами все увидите Второй сольный концерт лучшего битбоксера страны Вахтанга Собрал полный зал столичного клуба И если первый его концерт в Доме музыки был более академичным То в этот раз атмосфера на концерте была почти семейной И для всей своей большой семьи Вахтанг не пожалел ни губ, ни связок Кроме Вахтанга на сцену вышли его друзья Иракли, Андрей Залужный, а также верные ученики мастера из его школы битбокса Это было здорово, во-первых, я скажу, что это было феорическое шоу Потому что люди были очень позитивные и хорошо настроенные 16 тонн располагает реально 16 тонн, ты приходишь как домой к себе И я был как дома Вначале, конечно, есть волнение, когда ты выходишь на сцену Но оно проходит уже буквально через 10 минут Ты уже чувствуешь себя более уютно Люди улыбаются, девчонки радуются, все нормально Все классно, по-мужски мы оторвались сегодня Ну, на сегодня это все Я, Ирина Винокурова, прощаюсь с вами ровно на неделю Никуда не уходите Через минуту вы узнаете, какие концерты ожидают планету в ближайшую неделю А после сможете заказать любимые клипы в ручном эфире Оставайтесь на телеканале Russian Music Box Пока! Субтитры сделал DimaTorzok